Добрый вечер, уважаемые клиенты, партнеры. Рада вас всех видеть. Конечно, огромная благодарность, Татьяна, тебе за новости промоушен и акции. Как всегда, четко, понятно, есть ориентир, на что ориентироваться эту неделю. Поэтому вот эти смайлики, они для тебя. Спасибо тебе огромное за то, что каждый четверг ты с нами, ты нас ведешь вперед, мотивируешь. Это очень важно. Спасибо тебе большое. Ну, сегодня я продолжу свою тему. В прошлый раз, когда я выступала, я говорила об иммунитете. Вот кто был, помнит, что именно добрый вечер, добрый вечер всем. Я тоже рада вас всех видеть. Вот, и мы говорили об иммунитете. И говорили, что иммунитет – это наш пропуск в мир живых. Мы с вами выяснили, да, на этом вебинаре, что нашему организму нужны были определенные макро-микроэлементы, витамины и минералы, чтобы не было сбоя в нашей системе организма. И наш иммунитет был на самом высоком уровне. И мы выяснили, что наши БАДы, компании Project V, вот сейчас вы услышали прекрасное выступление, да, представителя Trading Point, да. Вот наши БАДы Project V – это качественная еда. Условно это можно, как бы мы представляли, представить, что это дрова, которые разжигают огонь в нашем организме. И этот огонь – наш с вами иммунитет. Да, это пропуск мир живых и здоровых. Я согласна, полностью, полностью согласна. И вот если этот огонек горит, все в организме нормально. Все системы работают. У нас есть энергия для того, чтобы жить и существовать. Но мы же говорили о том, что бывают и сбои. А какие могут быть сбои? Иногда нам требуется и дополнительная энергия. Что это за энергия? Из чего она может черпаться? Как может человек жить? Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Так, я, наверное, буду переключать слайды, Таня, сама. Вот посмотрите. И давайте вот я здесь вам выписала такие понятия, что пища для человека – это что бензин для автомобиля. И если у нас есть пища, мы заправили свой автомобиль, свой организм, да, он отправился и поехал. И это действительно так. Вот кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, троечки. Я чтоб видела, что вы со мной на связи и прекрасно меня слышите. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. И вот полноценная еда, я хочу вам сказать, что это источник сил, бодрости, энергии и, конечно, оптимизма. А если человеку нужна сверхэнергия? Ну, что это за сверхэнергия? Ну, например, у вас день рождения, да, или свадьба у дочери или у сына. Или сегодня у вас соревнования в городе, и вы решили пробежать кросс. Вам нужна дополнительная энергия, правильно? Или у вас была стрессовая ситуация. И, конечно, стресс, он съедает многие макро, микроэлементы, витамины, минералы. И, конечно, падает энергия, у вас появляется усталость, раздражительность, может быть, наоборот, депрессия и так далее. Я не знаю, как оно у каждого человека складывается, но оно складывается именно так. Так вот, чтобы нам успеть делать вдвое больше, или побить все мировые рекорды, которые есть, да, или подготовиться к хорошему мероприятию, чем нам нужно заправиться. И каковы могут быть последствия этих заправок? Вот каждому человеку обязательно нужна дополнительная энергия. И дополнительная энергия – это естественное состояние для человека. И какими способами можно получить эту дополнительную энергию? Вот мне хочется узнать, ориентируетесь вы в этой теме. Вот как вы думаете, какими способами можно получить дополнительную энергию, чтобы не уставать, чтобы быть бодрым, жизнерадостным? Ну, если можно, пишите. Если можно, то напишите мне. Ну, что-то не вижу. Или у меня зависает компьютер, или вы не пишете. Ну, что может быть источником дополнительной энергии? Вот, например, вы не пьете нашу продукцию. Что может быть дополнительным источником энергии? Ну, потребность человека в дополнительной энергии. Вот, кофе, действия. Так, хорошо. Адаптогены, Дарья, спасибо. Внуки. Елена, отлично. Внуки. Это, конечно, дополнительный источник радости и энергии. Да, потребность человека в дополнительной энергии, она естественна. И насколько вот естественны такие способы ее получения, как энергетики. Вот, шоколад Джамиля пишет, да. Это энергетики. Вот видите, я вам здесь энергетики дала. Молодежь их очень любит, да. Говорит, смех, радость, отлично. Вы в теме, и мне очень приятно, что вы отзываетесь на мою тему. Но, вот, как считают многие ученые, что многие люди, которые не употребляют, может быть, БАДы, да, а которые употребляют, вот, черпают эту энергию дополнительную из различных энергетиков. Из сладенького, да, мы любим конфетки, шоколад, да. Из алкоголя, наркотиков, кофе. Говорит, если я не выпью чашечку кофе, то у меня нету сил. Давайте разберемся. Все время с хром-виталом. Светлана, отлично. Это тоже дополнительный источник энергии. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Зеленый чай, Наталья, отлично. Вот, вы пишете за БАДы. Ну, отлично. Но, когда нету БАД, ну, что применяют? Даже наркотики, да, и, к сожалению, вот молодежь, она действительно иногда использует вот это все. И даже алкоголь, да, говорит, чтобы немножечко, ну, хорошо провести день рождения, надо выпить, чтобы танцевать и быть веселым, чтобы было много энергии, не было усталости. Вот, нужна дополнительная энергия. И оттуда все это черпается. Но я хочу сказать, что дополнительные источники энергии – это все-таки психотропные средства, да, как говорят наши ученые. И они делятся вот на, как бы, три основные группы. Это стимуляторы, препараты, которые активируют нашу нервную систему. Это кофе, это энергетические напитки. Из наркотиков – это кокаин, конопля, экстази, амфетамин, да, и другие популярные в молодежной среде вещества. Именно эти наркотики распространяются в ночных клубах с целью вызвать у человека приток энергии. Потому что иногда действительно, вот, когда приходишь в такие заведения, ну, мы недавно были с мужем, я удивилась, чувствуется, что люди действительно что-то либо курят, либо подпевают, потому что вот, ну, немножко неадекватны, так скажем. Второй группой являются расслабляющие препараты. Их еще называют релаксантами, троквилизаторами, седатативными средствами, да. Они вызывают эффект прямо противоположный стимуляторам. Ну, например, к расслабляющим препаратам, вот я уже говорила, относится алкоголь. Люди чаще его используют именно для снятия стресса. Ну, и третья группа – это изменяющие сознание галлюцогены. Ну, я думаю, они к этому отношения не имеют. Вот мы не будем об этом говорить, потому что это уже очень серьезные нарушения. Вот, и сегодня это мы не будем затрагивать. Итак, очевидно, вот, что избыточное количество энергии появляется у человека после приема стимуляторов. Значит ли это, что кофе, потом кокаин, амфетамин, да, дают организму дополнительную энергию? Я хочу сказать, что вовсе нет. Никакой энергии сами по себе стимуляторы не содержат. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот, потому что многие говорят, кофе не выпил и нету сил. Еще раз повторяю, никакой энергии сами по себе стимуляторы не содержат. Просто в их состав входят активные вещества, которые воздействуют на нервную систему таким образом, что она начинает интенсивно работать. Образно говоря, переходит в режим чрезвычайной ситуации. Стимуляторы не прибавляют человеку энергии, бодрости, активности, а лишь извлекают ее из ресурсов нашей же нервной системы. Вот обратите внимание, они извлекают из ресурсов, ну, скажем так, под воздействием чашки кофе организм выделяет дополнительную порцию психоактивных веществ, имеющихся в запасе в организме. В каждом из нас есть вот такое своеобразное депо, где хранится энергия, которая может понадобиться при экстренной необходимости. Оттуда и извлекают ее вот эти вот стимуляторы. Вот это первая группа. Механизм воздействия на организм таких веществ, как кокаин, эфедрин, конопля, он одинаков. Они стимулируют нервную систему как напрямую, так и опосредованно. Через вот такие нейрохимические медиаторы. А когда воздействие вещества заканчивается, то человеку, как правило, хочется продолжить употребление наркотика, чтобы оставаться в тонусе, чтобы убрать вот эту депрессию, чтобы убрать вот эту ленность непонятную и так далее. Обратите вот тоже на это внимание. И существует такой термин, да, вот принимая наркотики, мы привыкаем к этому. Привыкаем к чему? Что наш организм постоянно в тонусе. Но это очень вредное привыкание. И вот постоянная работа нервной системы вот в таком аварийном режиме прежде всего ведет к ее истощению. Возникает эффект как бы загнанной лошади. Сначала эта лошадь идет спокойно, потом ее начинает подстегивать нагайкой. Ну, конечно, это условное у меня такое сравнение. И лошадь довольно долго скачет. Но в конечном итоге она переходит уже на голод и падает, и умирает. Так же и наша нервная система. Если ее постепенно подстегивать, ну, в кавычках, конечно, подстегивать, приемом вот этих стимуляторов, ресурсы внутренней энергии организма заканчиваются. И это выливается в заторможенность, апатию, отсутствие интереса к жизни, порой даже в невроз или депрессию. Потому что в организме дезорганизован вот этот механизм напряжения и расслабления. Так что стимуляторы, я хочу сказать, постоянно принимать нельзя. Ну, а как же вот алкоголь, да? Расслабляющий такой препарат. Вот, ведь выпиваем по праздникам, чтобы быть навеселее, петь, танцевать, многие говорят. Опять-таки, говорят, пьяному море по колено, и мы веселые. Это ли свидетельство бьющейся через край энергии? Конечно, нет. Алкоголь лишь расслабляет, но не добавляет абсолютно никакой энергии. Вот хочу, чтобы вы вот эти вот группы очень четко понимали, почему дальше просто мы будем говорить о нашем продукте. Я думаю, вы поймете, к чему я это все веду. Да и люди реагируют на спиртное по-разному. Одни становятся более активными и чрезмерно разговорчивыми. Другие, наоборот, падают в агрессию. Третьи после второй рюмки просто засыпают. Под воздействием спиртного снимается, потому что вот такая тормозная функция коры головного мозга. потому что первые два-три часа каждый ведет себя ввиду своих личных особенностей и накопившихся проблем. В норме здоровый человек реагирует на прием алкоголя расслаблением. Вот я говорю, что алкоголь расслабляет, потому что я буду говорить о наших препаратах, которые не влияют на наше состояние здоровья, но расслабляют наш организм и дает возможность быть здоровым и в то же время получать дополнительный источник энергии. И вот алкоголь он тоже расслабляет. Если же принявший на грудь ведет себя неадекватно, агрессивно, значит он социально дезадаптирован. Значит он снимает, вот алкоголь снимает ему некий запрет и тогда накопившаяся злоба, агрессия, она выплескивается на окружающих. Таким людям алкоголь дает разрядку. Здоровый и полноценный человек подобного рода разрядки, он просто не нуждается. И к сожалению большинство людей, живущих в жестком ритме нашей сегодняшней жизни, уставшие, загнанные, потерявшиеся во времени и пространстве, многие не знают где искать спасение и нередко находят это временное расслабление именно в алкоголе. И действительно алкоголь на первых порах помогает. Потому что алкоголь все-таки хороший релаксант, но тяжеловатый. И если употреблять его длительное время, возникает зависимость. Ну не обязательно тяжелая, но негативные последствия для здоровья все равно есть. Они отражаются на коже, они отражаются на печени, легких, сердце. Возникает общая интоксикация организма. Ну, наверное, видели, вот, говорит, человек выпил, и у него прям нос темно-синий становится, да, такие багровые пятна на лице. Либо он покрывается сыплей, и такое есть. Вот. То есть алкоголь – это все-таки яд. Но, как известно, все лекарства – это тоже яд. Но только в маленьких количествах. Спиртные напитки могут быть полезны, и даже некоторые врачи их рекомендуют. Потому что вот у меня мужчина прошел шунтирование с сердца, живет он на Камчатке. Вот. И он говорит, врач мне посоветовал 50 грамм, ну, выпивать коньячку для того, чтобы расширять сосуды. Но врач не учел одно, что этот человек, он подвержен алкогольной зависимости. Естественно, 50 грамм для него мало. И в результате опять возникли новые проблемы, потому что алкоголь все-таки, даже для расслабления, нужно принимать в определенных, маленькими вот такими аптекарскими, я бы сказала, дозами. Наша традиция к тому, что такова. Уж пить так бутылками. Поэтому, когда врач рекомендует спиртное для улучшения сна и кровообращения, мы, как люди, которые работаем со своими клиентами, мы должны расспросить нашего клиента, убедиться, что в него нет алкогольной зависимости. А если есть, то сказать, вы знаете, ну, этот продукт вам, вот эти 100 грамм, даже если вам очень хочется, не для расслабления. Какие же продукты помогут нам все-таки, все-таки, вот, дать эту дополнительную энергию растительного происхождения? Они очень давно известны, да, в народном целительстве. И вы вот здесь уже некоторые писали, и зеленый чай, да, вот кто-то даже, по-моему, написал гинго-белоба, если я не ошибаюсь, да, и так далее. Это гутакола, это гинго-белоба, это женьшень, это гуарана, это золотой корень. Они тоже являются источниками энергии, а не сосуд ее из нас. Вот именно природные компоненты. И гинго-белоба, она улучшает мозговое кровообращение и общую мозговую функцию. Она повышает интеллект, внимание, память. Ее традиционно используют в медицине и назначают при интоксикации алкоголем. Ее назначают после инсульта, для улучшения зрения, при любых проблемах, требующих улучшения циркуляции кровообращения головного мозга. Гинго-белоба – это универсальное средство, которое показано 100% людей ввиду плохой экологии и наличия вредных привычек. Оно входит во многие биологически активные добавки к пище, потому что оно улучшает мозговое кровообращение, внимание, память. Аналогичным действием обладает и гутакола, и золотой корень. Они усиливают микроциркуляцию крови и мозговое кровообращение. Женьшень. Он содержит биологически активные вещества, которые используются против опухоли, для повышения иммунитета. Они обладают стимуляционным действием, даже гормональной активностью. И, конечно, они повышают, они являются источником дополнительной энергии. Это хорошее средство для восстановления организма в традициях все-таки китайской медицины, потому что вот я училась народному целительству у китайского доктора, и они используются тысячелетиями. А вот гуарана, я хочу вас обратить, это эффективный природный стимулятор, содержащий в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна. Он не является дополнительным источником. И вот он тоже усиливает и микроциркуляцию крови, и мозговое кровообращение. Но для чего же его нужно использовать? Вот об этом сейчас мы с вами и поговорим. Потому что все перечисленные растения, кроме гуараны, еще раз могу сказать, без оговорок можно назвать источниками дополнительной энергии. Правда, мы эту энергию получаем не напрямую из них, а посредованно через организм. Сначала вещества поступают в наш организм в виде своеобразного строительного материала, из которого он уже потом вырабатывает дополнительную энергию. Вещество встраивается в организм словно кирпичик. И затем как бы происходит изменение уже структуры ткани, и тогда внутри вырабатывается дополнительная энергия. Вот пополняется вот это наше депо. Например, мы принимаем гингубилобу, улучшаем структуру сосуда, нервной ткани, мозговое кровообращение, что в свою очередь приводит к улучшению памяти, внимания, повышения работоспособности. В этом смысле гингубилоба действительно служит человеку дополнительным источником бодрости. И очень, я очень горда, что у нас вот есть продукт, продукт А, или как мы его называем, антиокс, да, который действительно, вот в него уходит гингубилоба, и все, о чем я говорила, он, конечно, делает. Но принимать вот так вот, ну, ахульно как бы вот эти препараты нельзя. Я считаю, что чем отличается наш антиокс? То, что в нем ежесуточный сбалансированный рацион питания. Вы никогда не навредите, вы никогда не дадите лишнего. То есть все это в нашем препарате сформировано так, что это ежесуточный сбалансированный рацион питания. И кроме этого, чтобы получить источник дополнительной энергии, нужно много еще полезных веществ в природе. Это и минералов, это и витаминами, это и витаминов. И вот источниками биологической энергии являются и калий, и магний, и натрий, и витамины группы ИА, и Б, и С, и Д. И биологически активные вещества растительного происхождения, такие как гингобелога, гутакола, женьшень, как раз те кирпичики, из которых и строится наш здоровый организм. А значит, и это является источником дополнительной энергии. И я очень горда, что вот у нас источниками дополнительной энергии являются вот эти продукты. Антиопс, Биэр, Сэйч, Антиопс, Бренон Флэкс, Хром Витал, Виэс, Виностронг. Наш БиЭйч, это он ходит, туда входит в него женьшень. Это очень хорошие источники дополнительной энергии. Но психоактивные вещества, такие как кофеин, кокаин, эфедрин, алкоголь, это паразиты, которые истощают наш организм. Они лишь выкачивают его внутренние ресурсы. Я хочу, чтобы вы это очень хорошо поняли. Вот просто выкачивает. И целительная польза биологически активных веществ растительного происхождения, она, конечно, очевидна. О них есть масса информации. И эта информация, конечно, однозначна. Если по поводу наркотических веществ еще могут быть противоречивые, например, у наших ученых, скажем, некоторые всерьез полагают, что конопля улучшает память. Ну, это, конечно, заблуждение. Это уже научно доказанный факт. То по поводу гинго-белобы, гута-колы, женьшеня, двух мнений быть не может. Если вы опросите тысячу специалистов, и все тысячу без исключения скажут вам, что это, безусловно, полезные вещества, варьируются лишь показания к применению ввиду пола, возраста, состояния здоровья наших клиентов и так далее. Скажем, дожировка женьшеня варьируется в зависимости от пола и возраста, потому что женьшень имеет высокую гормональную активность. Поэтому даже, безусловно, полезные ВАДы надо принимать очень правильно. Вот. И я еще раз подчеркиваю, что вот наши биологически активные добавки, в которые входят вот эти уникальные источники дополнительной энергии, это сбалансированный ежесуточный рацион питания. Тут невозможно, еще раз говорю, передозировка, от которой попадает реанимацию или умирает. Вот чем ценен наш продукт. Вот очень ценен. Ведь нам, вот наша продукция, она построена по принципу, человек себе не навредит, никогда, потому что это ежесуточный сбалансированный рацион питания. И на первом месте вот я вам поставила антиокс. Он играет исключительно важную роль в эмоциональной сфере человека, защищая и питая наш гипоталамус. Он способствует выработке половых гормонов, гормонов стресса, гормонов роста. В нервных клепках, вот в его состав входит не только гинго-белоба, входит витамин С, о котором мне хотелось бы поговорить, и аминокислота, фениланин. Чтобы в случае необходимости вот начать производство, для чего нужен витамин С и вот эта аминокислота, чтобы в случае необходимости немедленно начать производство норадреналина. вещества, которые обеспечивают нам бодрость и жизнерадостность. Ну, я думаю, вы об этом все знаете. И вот при возникновении опасной ситуации нам надо реагировать молниеносно. То есть молниеносно принять антиокс. При этом вот из фениланина вырабатывается норадреналин, который оказывает на организм возбуждающее действие, повышает давление в крови, концентрирует внимание, потому что великие идеи, творение искусства, гениальные планы, проекты со времен, вот, наверное, ну, возникновения человечества рождались только при участии норадреналина. И в этом главную роль играл именно витамин С, который входит в наш продукт А, то есть антиокс. Решающее значение при этом имеет невысокое содержание и бетаэндорфина в крови, и способность витамина С быстро поднять его изначально низкую концентрацию, да, чтобы вы были бодры, чтобы вы могли жить полноценной жизнью. В Соединенных Штатах Америки биохимики сегодня излечивают людей, одержимых идеей самоубийства или находящихся в состоянии тяжелой депрессии, помогая им восстановить в организме естественное производство бетаэндорфина. Но делают это в основном чем? Они делают это наркотическими средствами и получают кучу побочных эффектов. Производимый им эффект не отличается от действиям кокаина или гашиши, наркотиков, стимулирующих подобный процесс в организме. Наш продукт, он работает именно так. Он заменяет вот эти вот психотропные препараты и работает на систему, не извлекая дополнительную энергию, а наоборот давая нашему организму вот эту дополнительную энергию. Поскольку допамин является промежуточным он является как бы промежуточным продуктом в ходе синтеза парадреналина, он также зависит от присутствия в организме достаточного количества витамина С. Доламин, он важен для многочисленных функций мозга. Прежде всего для управления вот мышечными нервами, для настроения в половой жизни. Витамин С, он требуется для обеспечения функций нервного раздражителя серотонина, да. Он как бы разлагает аминокислоту трептофан, из которой образуется вот это вещество серотонин и обеспечивает нам расслабление и сон. Это прекрасно. О снег, кто слушал, говорила Елена Смирнова вот в субботу. Кто был вот на ее вебинаре в субботу, ну поставьте, пожалуйста, троечки, да. Вот. И это все делает вот витамин С, который входит в состав нашего антиокса. Посмотрите, как он аккуратно вот вводит. Спасибо большое. Вижу, что были. Потрясающее было выступление. Вот мы много узнали нового. Вот. Спасибо огромное, Елене. Ну и вот я сегодня вам тоже как бы дополняю об этом. В последнее время вот ученые также доказали, что есть и четвертых из нервных раздражителей, это ацетилхолин, который улучшает память и концентрацию внимания. Он также находится в зависимости от витамина С, который входит в состав нашего антиокса, что доказывает значение этого растительного препарата для нашего психического здоровья. Это то, что он действительно антиокс является дополнительным источником бодрости, а значит и дополнительным источником энергии. Одна капсула антиокса уже спустя вот один час после приема приводит к созданию дополнительных рецепторов для молекул вот этого ацетилхолина. Например, если витамин С не поступает в организм, начинается отмирание и распад этих рецепторов. Это ведет к разрушительным процессам старения нашего мозга болезни Альцгеймера, характеризующей повальным отмиранием клеток мозга. Природа вот она все-таки не знает, что такое больной мозг, она лишь различает преждевременно состарившиеся молодые здоровые клетки мозгов и нервов. И антиокс это идеальное вот средство, которое стабилизирует наше психическое состояние. Витамин С, я хочу сказать, который ходит в состав антиокса, да и вообще витамин С, он растворим в воде, поэтому его избыток вымывается из организма. Люди вот, несмотря на... Поэтому вот антиокс, так как он вымывается, нужно принимать как бы постоянно. Это это ежедневный рацион вашего питания. Вот хочу на это обратить внимание. Вот люди, несмотря на свой разум, очень плохо используют витамины и макроэлементы, микро-макроэлементы. Мы, наверное, вот работая, все-таки сталкиваемся с этим, да, потому что многие не верят, да. Многие искренне полагают, что витамины это изобретение медицины или фармацевтической промышленности и воспринимают их как неизбежное зло, которое надо принимать ради здоровья. Действительно, же природа создала витамины и минералы, я хочу сказать, миллиарды лет назад, в то время, когда еще не мог, не могли и предполагать, что на земле однажды появится человек. Ни одно животное, оно не пытается подогревать или кипятить себе еду, убивая при этом витамины, являющиеся самыми активными помощниками нашего с вами обмена веществ, а значит дополнительного источника нашей энергии. И прежние рекомендации врачей о витамине С, они все-таки устарели. Тем, кто их придерживается или не употребляет вообще, не стоит жаловаться на плохие нервы и постоянные инфекции, потому что каждая сигарета, каждая вспышка эмоций, ревность, отчаянная агрессия крадет у нас уже до 300 миллиграмм вот этого витамина С. И вот современные все-таки биохимики, они настоятельно советуют принимать антиокс, чтобы не портить себе здоровье, чтобы у вас всегда был дополнительный источник вот этой вот энергии. и я хочу сказать, что антиокс вот это вот уникальный продукт. Если вы чувствуете к вечеру усталость и апатию, вы плохо видите в сумерке и по ночам, то тогда дело еще и витамини А, который вот входит в наш антиокс. Вот вы знаете, что у меня была куриная слепота. Муж мой всегда издевался надо мной, он никогда не верил. И когда мы вечером откуда-то шли, он всегда меня старался завести в лужу, он думал, что я просто обманываю ему. И когда я начала принимать антиокс, он меня как-то попробовал повезти, ему сказал, не-не-не, я вижу, что это лужа. Он говорит, ну, наконец-таки, не прошло и десяти лет. Ты перестала, ну, вот в сумерках вот я перестала плохо видеть. Я сейчас вижу все, несмотря вот на мои онкологические проблемы, я прекрасно вижу, и вот такого плохого зрения в сумерках у меня не стало. Только благодаря вот витамину А, который ходит в наш любимый продукт, или антиокс, как мы говорим. Еще мне нравится, что в антиокс ходит цинк. Он является причиной возникновения эпилепсии, да, шизофрении. И вот в нашем продукте существует определенная связь между умственными и физическими способностями человека именно из-за того, что в антиокс ходит вот этот цинк, который потихонечку, потихонечку решает эту проблему и даже эпилепсия, синдром. И у меня очень много людей. Потом вот еще я хочу сказать о гинге белоба. Вы знаете, вот у меня до прихода в компанию были очень частые головокружения и жуткий шум в ушах. То есть я понимаю сейчас, что это были автономные панические атаки, да, у меня не было вот этого именно источника дополнительной энергии. И когда я в течение несколько лет попринимала антиокс, я вдруг стала замечать, что у меня ушли головокружение и шум в ушах практически ушел. Ну, бывает, когда я сильно нервничаю, я это чувствую, но на самом деле вот эта проблема ушла, а проблема была очень серьезная, потому что был объемный процесс головного мозга, потому что опухоли были в обоих долях головного мозга, и вот это вот головокружение и шум в ушах, конечно, они меня страшные головные боли, они меня преследовали, отсюда истощали мою энергию, и антиокс я люблю безумно, вот я получила антиокс и сразу приняла несколько капсул буквально вчера, и вы знаете, я сегодня живу, я сегодня дышу, потому что человеку всегда нужна энергия, для меня антиокс это продукт номер один, как источник именно дополнительной энергии, и вот почем же все-таки вот наша энергия, да, вот даже вот применяя антиокс многие говорят, ну нет у меня силы, ваш продукт дорого, вот кто встречался с такими выражениями, поставьте пожалуйста, ну пятерочку, да, дорого, я не могу себе позволить, и так далее, вот есть такие, да, но я хочу сказать, вот почем же стоит наша вот эта вот энергия, дополнительный источник энергии, это вот действительно дополнительный источник нашей бодрости, это зарядка каждой клетки нашего организма, вот этой вот энергии, да, вы знаете, что, вот я приведу такое сравнение, ну может быть оно не актуально, но вот оно мне пришло в голову, мне хочется вам сказать, вот в месяц нам, ну, надо съедать где-то 4,5 килограмма мяса, то есть из расчета, как наши диетологи говорят, 150 грамм мяса в день, ну, наверное, вы все об этом знаете, вот, и если взять вот стоимость этого мяса, там, ну какое вы покупаете, куриное, свиное, говядину, там, это нутрию, кролика, я не знаю, но в среднем это 1350 рублей на месяц, согласны со мной, да, если там цена где-то в пределах 300 рублей выходит, ну, в среднем я беру, да, и плюс вы добавите вот этот антиокс, 1700 рублей, вот купите эту баночку, да, источник вашей дополнительной энергии, я сказала, туда и витамина А, и ЦИН входит, да, и гингобелоба, и так далее, и никогда не будет этой Альцгеймера, ну, можно себе позволить, но это 3000 в месяц, разделите на 30 дней, сколько, вот 3000 в месяц разделите на 30 дней, сколько это будет для вас? 10 рублей, 10 рублей в день, 10 рублей в день, ну, ребята, ну, это совсем малюсенькие деньги, совсем малюсенькие, пусть даже вы, вот купите весь, вот этот перечень всех этих продуктов, я посчитала, это 650 рублей в день, плюс добавляла вот сюда, да, это мясо, которое 150 грамм нужно, но вегетарианцы там фасоль, горох используют, и так далее, я уже об этом не говорю, скажите, разве это дорого? Вот, кому это дорого, поставьте семерочку, а для людей, вот, кому недорого, ну, поставьте восьмерочку, восьмерочки, вот, я с вами согласна, это совсем недорого, это наше здоровье, это наша бодрость, это наша энергия, это хорошее настроение, это все, что мы чувствуем, вот, от этих дополнительных источников энергии. Я здесь хочу еще сказать о Биэре, спасибо вам огромное, значит, мы с вами на одной волне, вот, посмотрите, и 650 рублей, ребята, в настоящее время, это небольшие деньги, чтобы действительно, вот, купить себе этот источник дополнительной энергии. Биэр, вот, тоже хочу его отметить, вот, Таня о нем говорила, да, вот так воодушевленно, я тоже люблю этот очень продукт, потому что это здоровый мозг, да, и крепкие нервы, так мы говорим об этом продукте. В его состав входит тоже 7,5 миллиграмм экстракта гингобилоба, и при ежедневном приеме он помогает защитить клетки головного мозга от повреждений, способствует снижению когнитивных нарушений, улучшает память и способность к обучению. Это тоже дополнительный источник энергии, потому что он укрепляет нервную систему, стимулирует умственную деятельность. В этом продукте содержится 80% ДКГ, да, помните, я вам говорила, как-то проводила вебинар доказоксогеновой кислоты, которая поддерживает работу нашего мозга, поддерживает работу нашего зрения, нормализует работу центральной нервной системы, защищает нашу атеросклерозу, да, гингобилоба вот в составе ВР это подавление депрессии, это улучшение памяти, работоспособности, снижение когнитивных функций, сюда входит витамин В6, он устраняет раздражительность, беспокойство, депрессию, он убирает, предотвращает мышечные спазмы, да, он подходит вегетарианцев и не содержит парафинового масла, ну, прекрасный продукт, о котором вот нужно говорить и который нужно обязательно пить и пушить. Я хочу отдельно сказать о Хром Витале, да, вот я говорила, что он не используется не как источник дополнительной энергии, а вот что же он делает? Он способен, так как туда входит гуарана, вот который усиливает микроциркуляцию крови и мозговое кровообращение, он оказывает сильное общеукрепляющее действие, он повышает тонус организма, тем самым повышает иммунитет, его работоспособность, устойчивость к неблагоприятным факторам и болезнетворным ангентам, он помогает жить полной жизни, не ощущая упадка сил, как физических и материальных. И вот специально подобранные компоненты, входящие в его состав, этого фитокомплекса, обеспечивают клеточное дыхание и заряжают энергией каждую клетку организма. гуарана, которая входит в состав хромвитала и сейдж-продукта, она применяется для повышения выносливости и работоспособности организма именно при больших физических нагрузках. То есть, когда вас ожидает большая физическая нагрузка, чтобы усилить микроциркуляцию крови и мозговое кровообращение, для того, чтобы не уставать, примите, пожалуйста, эсэйдж. Процесс усвоения организма, вот содержащийся в гуаране веществ, идет постепенно, что дает возможность не чувствовать именно усталость. Вот для это, для компенсации именно, как расслабляющий, не алкоголь, а эсэйдж, да, вот как расслабляющий препарат. И вы будете веселиться на свадьбу, вы будете веселиться на день рождения, не нужно вам никаких 100 грамм, на себе испытано, потому что я не могу выпивать, вот это моя проблема, я всегда после этого болею, даже вино не могу пить, вот такая у меня проблема. Но эсэйдж всегда рядом со мной. То есть, как мы говорим, он убирает синдром хронической усталости. В хром-витал входит кола, вот потому что вот каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал внезапный подъем сил и энергии, а в другой момент опустошение и бессилие. Именно при таких вот астенических состояниях, а также при истощающих хронических заболеваниях, умственном и физическом переутомлении, да, применяется вот это мощное тонизирующее средство кола. И очень хорошую роль в этом продукте, как дополнительный источник энергии, выполняет микроэлемент хром, который также способствует повышению физической активности, убирает хроническую усталость, и у вас будут силы на то, чтобы жить полноценной нормальной жизнью, не уставать, а прийти с работы и переделать кучу дел. Вот так работает нас с Эйч и Вуарана, которые это. Это не дополнительный источник энергии, но именно вот он приводит в работоспособность вас, ваш организм при больших физических нагрузках. Обратите внимание именно на этот препарат, я думаю, он очень важен для каждого из нас. Но если вы со мной согласны, знаете, был дистрибьютор, который говорил, что я пришел на препарат, это еще в начале нашей деятельности, еще в Визионе, потому что она работала директором в школе, и у ней была страшнейшая хроническая усталость, она настолько уставала и говорит, вот этот препарат, один препарат, через две недели я уже убрала синдром хронической усталости, то есть я была работоспособна, физически активна, я могла очень хорошо действовать на своей работе. Это очень важно, вот если это важно, поставьте, пожалуйста, девяточку, если вы со мной согласны. я думаю, замечательный у нас продукт, спасибо вам большое, я думаю, каждый получил на нем свои результаты, вот, спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете. Конечно, я не могу не сказать ЭВС, вот Таня тоже о нем говорила, туда входит продукт бутокола, который вот заряжает энергией, предохраняя нас от перенапряжения, заряжает энергию в каждую клеточку нашего организма, это очень важный, очень важный и интересный момент при его использовании. И, конечно, BH, да, вот, тоже о нем хочу сказать, он поддерживает тоже энергию в каждой нашей клетке. Я люблю этот продукт, как только он появляется, я его, конечно, применяю, потому что, ну, бесподобный продукт, вот, тем более, там, сбалансировано, рацион питания, так, как есть. И у нас в кофе тоже применяется жень-шень, поэтому наше кофе, оно не истощает наш организм, так как туда входит жень-шень, он заряжает нас энергией и является источником дополнительной энергии. Я всегда покупаю, очень люблю мако, очень люблю латте. Я использую утром по маленькой там чашечке этого кофе, потому что, действительно, для меня это источник дополнительной энергии, но это правильный источник дополнительной энергии, который не истощает мой организм, так как туда входит жень, а дает силы двигаться и что-то делать. Вот, вы знаете, здесь я хочу сказать, что, наверное, перейду, нет, сейчас, еще об одном продукте мне бы хотелось сказать, МГР, почему-то я пропустила его, не поставила сюда, но мне очень хочется сказать об этом продукте, потому что, вы знаете, этот продукт, он уникален, он устраняет чувство пустоты, уныния, заниженной самооценки, беспомощности, он возвращает интерес к жизни и желание получить от нее удовольствие. вот весь комплекс, который вот сосредоточен именно в продукте МГР, вот, именно он работает таким образом, это на себе испытано, но уникальный продукт, его состав входит в магний, это элемент спокойствия и самый необходимый минерал для нервной системы. И магний, он действуя на мышцы, обеспечивает также общее расслабление организма. Я вам сказала, что есть у нас такие препараты в компании, которые имеют расслабляющий эффект, не обязательно применять алкоголь, да, вот магний, он действительно действует на мышцы, расслабляя наш организм. И женщины, которые позволяют себе принимать эту продукцию, они более спокойные и сдержанные даже при депрессивных состояниях. А это очень важно, чтобы женщина не кричала в семье, особенно когда дети, когда нагрузки, когда нужно и на работу, и муж приготовить. Это очень важный препарат. Не забывайте его применять. Кроме того, это препарат, который против депрессии и стресса. Для тех, кто часто использует, испытывает состояние тревоги и беспокойства. Тех, кто испытывает сильные эмоциональные нагрузки. Вот он для всех. Потому что он дает нормальный сон. Это дополнительный источник энергии. Вы почувствуете смысл вот такого как бы гармоничного успокаивающего пожелания спокойной ночи и таких бодрых и заряжающих энергий слов, как доброе утро. То есть вы легко будете вставать, легко подниматься и действительно очень много будет положительных эмоций. Да, отличный продукт. Получила много положительных отзывов от клиентов. Спасибо, Светлана. Я тоже получаю очень много отзывов от этого продукта. Но кроме того, я хочу сказать магний это микроэлемент, который не усваивается без витамина В6. И вот в этот продукт МГР входит витамин В6, который обладает способностью фиксировать магний в каждой нашей клетке. Это тоже дополнительный источник энергии. Кроме того, я уже говорила, в магний входит витамин С, который именно положительно влияет на нашу нервную систему и как бы активирует выработку антистрессовых гормонов. Тем самым защищая человека от сильных переживаний, тревог и раздражительности. Вот такая сейчас прекрасная продукция есть у нас. И еще мне, наверное, хочется сказать о двух еще продуктах, которые вот здесь я не поставила, сейчас походу сориентировалась. Сейчас пришел GQ10, наш Гранатин, как бы все помните этот продукт. Туда входит эфирное масло кипариса. Кипарис, он тоже, вот я как народный целитель, я это знаю, это дополнительный тоже источник энергии, потому что он способствует восстановлению баланса эмоций. Вот тоже обращайте на это особое внимание. Если нету эмоций, если один негатив, значит нужно обязательно принять коэнзин Q10. Вот наш Гранатин для того, чтобы вот это восстановить именно баланс эмоций, потому что эфирное масло кипариса, еще раз повторю, это источник дополнительной энергии. Ну и не могу не сказать о нашем замечательном продукте ЛВИ, я его использую тоже каждый месяц, потому что проблемы очень серьезные у меня были 20 с лишним лет назад со здоровой онкологией. Вы понимаете, что это серьезное заболевание, когда постоянно нужен источник дополнительной энергии, это очень важно для онкологических больных. Поэтому вот в ЛВИ, я хочу сказать, входит тоже эстракт ягод Годжи, да, или Годжи, не знаю, как правильно, это прежде всего повышение физической вымысленности, это устранение чувства усталости, это укрепление нашего иммунитета, а значит и дополнительный источник энергии. В ЛВИ входит цинк, это хорошее настроение, это устранение депрессии, туда входит ресвератрол, да, это защита от повреждения наших клеток головного мозга. в ЛВИ входит СОТ, помните, да, супероксид дисмутаза, она снимает симптомы стресса и усталости, это нормализация эмоционального фона, это повышение работоспособности, концентрация внимания, то есть когда я сильно устаю, я даже иногда выпиваю две капсулы или лимон, и это отлично помогает, это тоже вот хороший дополнительный источник энергии, которые вы можете использовать. Ну, наверное, я рассказала вам о всех препаратах, которые я люблю, использую как источник дополнительной энергии, и эти познания у меня возникли еще и как народного целителя, да, потому что все-таки народные целители, они очень много знакомятся с травами, изучают, и я это в свое время изучала. И чем же отличается БАД от лекарства, я тоже об этом сегодня хочу немножечко с вами поговорить. Биологически активные добавки нашей БАДы это препараты, не нуждающиеся в фармацевтическом контроле, потому что они содержат известные вещества и комплексы. но несмотря на это у нас есть сертификаты и наша продукция проверяется подвержена фармацевтическому контролю. Это отличие от других биологических активных добавок других компаний, обратите на это внимание. И это все-таки ежесуточный сбалансированный рацион питания, я вам об этом говорила. А лекарства, в особенности антибиотики, они содержат вещества именно высокой активности, зачастую имеющие химическую или синтетическую природу. И лекарства обладают множеством побочных эффектов, потому что имеют строгие показания к назначению. Вот этот марафон аптечный, который Таня вам вначале показывала, я думаю, очень хорошо это подтверждает. Да, принял одну таблеточку, надо принимать другую, потому что появились побочные действия. И наши биологические добавки именно к пище, по сути вещества, которые входят в их состав, они по идее должны содержаться именно в здоровой и полноценной еде. Однако наша пища в наших условиях, мягко говоря, далека от идеала. Кто со мной согласен, поставьте пожалуйста единичку. Кто согласен? Далека наша пища от идеала. Если вы согласны, спасибо Светлана, Дарья, Татьяна, спасибо, Любовь, Татьяна, спасибо вам огромное. Мы недополучаем полезные питательные вещества из того же мяса, фруктов, овощей, и поэтому вынуждены сегодня прибегать именно к биологически активным добавкам, чтобы компенсировать вот это неполноценное питание. И если бы люди полноценно питались, актуальность БАТ, она не была бы так велика, но ведь начали разговор вот с того, что энергия в организме она берется от питания. И я думаю здесь мы на 100% правы. И вот наши прекрасные препараты они говорят о том, что именно эти препараты они позволяют говорить нам о здоровой и полноценной пище для нашего организма, дополнительного источника нашей энергии. я очень рада, что мы с вами подошли к концу нашей темы, да, я думаю, я постаралась вам рассказать обо всем этом, почем энергия, выгодно ли нам принимать нашу продукцию, я думаю, вы все согласны, что это очень выгодно. И в следующий четверг у нас будет выступать потрясающий человек, я ее очень уважаю, этого человека, она не раз у нас бывала, тема ее важность микроэлементов для организма человека, вы узнаете от нее, как укрепить нервную систему, как бы продолжение нашей темы, защитить себя от стресса, обогатить микробиом, повысить интеллект, провести профилактику инфаркта, инсульта, потому что если нет энергии у нас могут быть эти проблемы, красиво стареть, укрепить кости, улучшить зрение, решить многие вопросы по здоровью близких и дорогих вам людей. И об этом вам расскажет врач нутрицолог, сертифицированный специалист, в 1998 году она прошла обучение по программе нутрициологии в Академии Миниссечного в Москве, она 24 года работает с нашей продукцией, она обладатель сертификата международного проекта ВОЗ по исследованию качества жизни населения Российской Федерации, это speaking онлайн и оффлайн дней здоровья в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Анталии и других городах, это консультант нутрицолог по продукции Project V, в телеграме в группе Тамары Васильевны Пшенниковой, это человек, который действительно имеет огромный опыт работы с этой продукцией, и я прошу, не пропустите следующий четверг и Нина Васильевна Колесникова, она, я думаю, даст вам очень потрясающую и интересную работу для вас самих и для работы с нашими клиентами. А я прощаюсь с вами до следующего четверга, спасибо вам, что вы были вместе с нами, вместе мы с силой, до свидания, всего вам доброго. Да, да, Наталья, под адом Додолимой уже 140 лет живем в нехватке витаминов, да, и макроэлементов. Спасибо всем, спасибо, что вы были с нами, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok